Коллеги, здравствуйте! Рядом со мной Владимир Николашин, компания 12.ru, виртуальный мобильный оператор. Здравствуйте! Добрый день, Сергей, добрый день! Виртуальный мобильный оператор. Мы готовы создать для любой компании свой собственный мобильный оператор с собственными тарифами, названием сети, брендированными сим-картами. В первую очередь, они интересны крупным ритейлом, крупному ритейлу для такого якорного удержания своих покупателей. Вот якорное удержание. Расскажите, вот насколько вы полезны будете? Потому что понятно, что это как мерч, как некие напоминания клиенту о себе, но все-таки насколько вы прям полезны можете быть ритейл-игрокам? Ну, полезность в отсутствии каких-либо там затрат, якорная привязка здесь выступает примерно следующим образом. Если у человека есть сим-карта, допустим, какого-то синенького ритейлера, вот, то при выборе, выходя там из подъезда, когда человек, покупатель выбирает, куда ему идти, красненьким, синеньким там или каким-то другим ритейлером, представленным у него в шаговой доступности рядом с дому, он однозначно выберет тот, кому ему падают какие-то бонусы или дополнительные вещи, связанные с ежедневным продуктом, который он использует, это мобильная связь. Например, купил две бутылки шампанского, получи 100 минут в подарок. Замечательно. Если купил водку, то ты будь добр, получи интернет-трафик для смс, ватсап-сообщений и так далее. Да, да, и пожалуйста, там купил несколько там каких-то спиртных продуктов для спиртных компаний, это еще более интересно, да, там в гигабайтах можно мерить все. Расскажите, насколько это интересно ритейлерам в плане том, что крупные игроки рынка теоретически могут пойти сами и сделать своего мобильного оператора, могут ли и насколько для них это выигрышно? Хороший вопрос. Теоретически, это ключевое слово, теоретически могут, и мы даже знаем на рынке двух таких крупных ритейлеров, которые уже почти три с лишним года туда пошли, ну и как бы где-то они идут. Кто-то даже, наверное, потерялся и так далее. Это очень долго, сложно, дорого и потом уже непонятно, как с этим жить вообще. Вот. Наша как раз платформа уже создана, она готова, она работает, нет таких, не нужно таких затрат, не нужно таких временных затрат, финансовых затрат, не нужно огромной продуктовой работы, на которую нужно выделять человеческие ресурсы внутри компании. Вот это мы все берем на себя, поэтому мы выгоднее, гораздо. Ну, я хочу пожелать вам удачи и, наверное, еще пару слов от вас, вашим потенциальным клиентам. Мы еще можем быть интересны не только ритейлу, но и, в первую очередь, банкам, которые, например, не могут создать то, что создали на нашем рынке, скажем, зелененькие, вот, или черенькие, вот. Они как бы уже сделали это, и вы видите, как видят другие люди, работающие в банковской сфере, в этом есть огромные плюсы для них и огромное преимущество перед другими банками. Вот мы отлично подходим для любого банка, в первую очередь даже среднего и мелкого банка. Спасибо вам и удачи! Спасибо большое! До свидания!